Добрый день, уважаемые коллеги. Мы поговорим о том, о чём вчера с коллегами, с некоторыми говорили в течение четырёх часов, а именно о подготовке бюджета. Уже правительство находится на заключительном этапе этой большой очень работы. Но перед тем, как затронем вот эти основные темы, несколько слов о поездке на Дальний Восток. Коллеги, которые принимали участие в отдельных точках нашей совместной работы, знают, но тем не менее я бы хотел обратить внимание на одну из крупных общенациональных строек – это «Космодром Восточный». Я потом хотел бы послушать Татьяну Алексеевну по поводу наиболее острой проблемы, связанной с расселением аварийного жилья, расположенного как раз в зоне БАМа. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» проходит эта работа. Татьяна Алексеевна занималась, по моей просьбе, проверками. И мне бы хотелось послушать то, что там вы проверили, как это выглядит с точки зрения вашего ведомства. Ну и есть ещё один вопрос. Я попросил бы у Люкаева Алексея Валентиновича, министра экономического развития, проинформировать всех нас, проинформировать коллег о том, как идёт работа с Еврокомиссией, с украинскими партнёрами по поводу предстоящей ратификации Украины, соглашения с Евросоюзом по ассоциированному членству и чего мы достигли в результате предварительных консультаций. Имею в виду, что 12 сентября, вот послезавтра, должны состояться уже переговоры на министерском уровне. И, разумеется, мы все ждём от вас доклада о том, до чего удалось договориться на данный момент времени. Давайте с космодрома начнём. Пожалуйста, Адмитрий Олегович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. По итогам этого совещания, которое вы провели на космодроме Восточный, я собрал всех участников этого совещания, и Роспосмосу, спецстрою, Минстрою России поставлены задачи, первое, обеспечить синхронную работу заказчиков, проектировщиков, строителей объектов космодрома, так как задержки по отдельным объектам, они прежде всего связаны с несвоевременным предоставлением проектоспертной документации. Второе, составить графики, стоить на монтажных работ по каждому объекту с указанием сроков их начала и завершения, а также привлекаемых силах и средствах с указанием исполнителя работы, этапов и объёмов финансирования. Третье, представить подробный отчёт по каждому факту, приведённому в акте Счётной палаты Российской Федерации, с указанием принятых по каждому такому факту мер. И четвёртое, Вы дали указание работу по координации строительства на космодроме Восточный передать из Роскосмоса непосредственно в правительство Российской Федерации. Соответствующий проект решения подготовлен, находится в администрации президента, и мы готовы приступить к этой работе немедленно. В начале ноября, Владимир Владимирович, планирую ещё раз, каждый два месяца туда приезжаю, снова прибыть на космодром Восточный, уже месяц со всей комиссией, посмотреть, что уже сделано по итогам Вашего совещания. Потом Вам сразу доложу. Вот Вы приезжаете туда, это, конечно, очень хорошо, но Вы помните, о чём я говорил в ходе нашего совещания? К сожалению, несмотря на то, что этот проект находится в поле нашего особого внимания, проблем там очень много. И мне придётся некоторые вопросы для окончательного их разъяснения передать в правоохранительные органы. Вот надо навести порядок не только в вопросах, связанных с объёмом финансирования, а финансирование там идёт ритмичное, и надо поблагодарить за это Министерство финансов, но порядок финансирования требует особого внимания. Это касается, кстати говоря, и не только тех квази- или полукриминальных схем, о которых я там говорил, это касается и самого финансирования как такового. Может быть, есть смысл, прошу Вас над этим подумать, всё, что касается космодрома, не погружать в общий объём финансирования тех организаций, которые этим занимаются, а сосредоточить деньги на строительство космодрома именно там и именно только на эти цели, чтобы их потом, чтобы их в ходе работы куда-то не перебрасывали на другие объекты и не мутили там ничего. Владимир Владимирович, мы так и сделаем, и я предложил состав комиссии, про которые говорят о законодательстве строительства на космодроме Восточной, включить также представители счётной палаты, МВД, ФСБ, генеральной прокуратуры. Поэтому мы эту работу будем отслеживать очень строго. Ладно, хорошо, спасибо. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, по расселению аварийного и ветхого жилья. Владимир Владимирович, в рамках контрольного мероприятия, о котором Вы упомянули, мы проверили четыре региона, Амурскую и Иркутскую области, Республика Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах проблема расселения граждан из аварийного жилья стоит наиболее остро, как раз потому, что там достаточно большое количество временных построек, которые возведены были ещё в период строительства Байкал-Амурской магистрали. По самым предварительным данным, количество граждан, которые там проживают во временном жилье, оценивается в 4,5 тысячи человек. Но это не окончательная цифра, поскольку инвентаризация ещё не завершена. И сложность состоит в том, что это как раз временное жильё, которое по сегодняшнему законодательству не отнесено к статусу жилищного фонда. И в этом как бы основная проблема. А программа жилища, которая была призвана реализовывать эту тему, она, к сожалению, эту тему никаким образом не решает. Правительством Российской Федерации был принят комплекс мер, соответствующий по ликвидации этого временного аварийного фонда. Предполагалось, что в первом полугодии 2014 года проведена будет соответствующая инвентаризация, о которой я коротко сказала, но она пока ещё не завершена. И полного понимания, какое же всё-таки количество граждан проживает в этом временном фонде, до настоящего времени нет. И более того, во втором полугодии, согласно этому же комплексу мер, предполагалось, что начнётся уже расселение. Но я думаю, что о расселении здесь говорить ещё рано, потому что механизмы реализации не созданы. Увязка с жилищным законодательством не осуществлена. И я даже сейчас не говорю о денежных средствах, которые должны быть выделены за счёт всех источников на эту цель. Они оцениваются приблизительно в 3,4 миллиарда рублей. Но пока организационно-административные и нормативные механизмы не созданы, решать проблему мы никоим образом не сможем, хотя первоначальный срок обозначили второй полугодие 2014 года. Ещё одна проблема, которая там существует, это проблема, которая связана с отсутствием системы технического учёта как жилищного фонда, так тем более и этого временного фонда. Я уже сказала о программе «Жилище». Она была призвана решить проблему, и соответствующие средства там были заложены. В тех случаях, когда временное жильё приобретало статус жилищного фонда, и предполагалось, скажем, что в 2013 году 1530 семей будут расселены. Но, к сожалению, этот показатель оказался невыполнен. Он оказался невыполнен по ряду причин. И потому что система организации, которая здесь на федеральном уровне существенно страдала, и, во-вторых, потому что те соглашения, которые подписывались с регионами Российской Федерации, вот эти четыре региона, которые я упомянула, они предполагали, и сама программа «Жилище», вытекающая из неё соглашение, предполагали, что будет финансирование со стороны субъекта 50%, со стороны Российской Федерации финансирование составит тоже 50%. К сожалению, по факту жизни этого не произошло. Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства. Регионы, в общем, практически не выполняли свои обязательства, и их финансирование, именно их финансирование, потому что это их обязательство, составляло в ряде случаев 15%, и, естественно, эти показатели были нереализованы. В итоге у нас получилось, что в 2013 году в Республике Бурятия плановые показатели, это один из самых высоких по этим регионам, были исполнены на 99,7%, в Забайкальском крае 65,9%, в Иркутской области 31,1%, в Амурской области 35,6%. Причиной тому не только невыполнение субъектами своих обязательств, но и то, что со стороны Российской Федерации в лице уполномоченных органов соглашения о предоставлении субсидий были заключены только во втором полугодии, средства переданы тоже в конце третьего квартала. Но это, к сожалению, та тенденция по неэффективному использованию средств, которая имеет место быть у нас в ряде случаев, когда предоставляются субсидии из федерального бюджета. И, как я уже сказала, на сегодняшний день ключевым моментом является именно нормативное урегулирование этой проблемы. Если это не будет осуществлено, никакого движения в этом направлении не будет. Какое ведомство должно подготовить? Сейчас это Минстрой и Минвостокразвитие. Дело в том, что у нас эта проблема по БАМу, она решается пока через программу жилища. И, соответственно, Минстрой должен этой темой заниматься. Но учетом численности контингента именно в этих регионах, согласно поручению правительства, занимается Минвостокразвитие. Поэтому им нужно как-то тут, наверное, скоординировать эту работу. Я понял. Вы, председатель правительства, все это доложите, еще раз, уже в письменном виде, с тем, чтобы Дмитрий Тович мог сформулировать соответствующее поручение ведомства. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, теперь Улюкаев Алексей Валентинович о переговорах России, Украины и Европейского Союза. Да, Владимир Валентинович, эти переговоры идут уже довольно влительное время, в двухстороннем и трехсторонном формате, на уровне экспертов и в формате министерской встречи. После Минской договоренности между вами, президентом Украины и руководством Евросоюза, эти обсуждения были идентифицированы. Прошло четыре встречи экспертов в Минске, в Москве, в Брюсселе. Вот последний, в понедельник позавчера прошла. Значит, суть, к которой мы приходим сейчас, российская сторона подробно проинформировала коллег в письменном виде о тех беспокойствах, которые у нас есть в связи с возможностью ратификации соглашения об ассоциации. Это пять блоков. Первый блок – это либерализация тарифа между Украиной и ЕС, которая, по нашим расчетам, расчеты модельные, на основе международно признанной модели, принесущая российским производителям в первый же год в размере не менее 100 миллиардов рублей в связи с вытеснением российских товаров с украинского рынка. Второе – это техническое регулирование. Третье – это ветеринарные и санитарные фитосанитарные меры. Четвертое – это таможенное администрирование. И пятое – это энергетика. Для того, чтобы более предметностью эту работу, мы подготовили и передали нашим коллегам, украинским, европейским, проект соглашения о вступлении в силу, соглашение об ассоциации, которое неформально, не внося изменений в текст, что затруднило бы положение наших партнеров, давало бы возможность ввести одновременно с соглашением нормы, которые позволяют снять эти забочности, а именно отказ от либерализации по наиболее чувствительным для нас товарным линиям таможенного тарифа между Украиной и Европейским Союзом. По другим словам, просто договоренность о том, что нулевой тариф не вводится на какое-то время. По ряду товарных позиций. По ряду позиций, да. Это примерно 144 товарных позиций, исходя из четырехзначного кольца. Я так понимаю, что это в целом в интересах самой украинской экономики? Безусловно, это так. Это позволяет украинскому производителю тоже иметь время переходное для того, чтобы адаптироваться к тем нормам и к тому уровню конкуренции, которая существует на украинском рынке. Значит, второй блок в области технического регулирования, это возможность для украинского производителя создать выбор. Выбирать ли европейские стандарты, ЕН или те ГОСТы, которые в рамках самого соглашения об асоциации должны быть аннулированы для Украины. В одном случае, если речь идет о поставке товаров на европейский рынок, украинский проект мог бы выбрать стандарт европейский, ЕН, в случае поставленный на российский рынок, мог бы выбрать ГОСТы и мог бы продолжать работу украинская страна в рамках СНГ над дальнейшим развитием ГОСТов и стандартов и аккредитаций. Значит, третья позиция – это возможность в области ветеринарии, санитарных и педо-санитарных мер осуществлять поставки по тем же сертификатам, признаниям сертификатов, которые есть сейчас, и о том, чтобы у нас немножко иная и более широкая палитра возможностей выбора, выхода на соответствующие рынки, чтобы могли использовать, в отношении с Украиной те позиции, которые есть и сейчас. И, соответственно, Украина могла бы в отношениях с Россией использовать их же. И в области, значит, таможенного администрирования, значит, сохранения информационного обмена между нашими таможенными службами, сохранения форм и порядка получения соответствующих сертификатов. В области энергетики – это ведение, так называемой, дедушкиной оговорки, то есть те соглашения, которые заключены между хозяйственными субъектами, имели бы право на продолжение и в условиях действия соглашения об ассоциации. И особым образом мы постарались прописать необходимость в случае изменения законодательных норм Евросоюза, которые автоматически в этом случае распространялись бы на Украину, в случае ратификации соглашения об ассоциации, иметь возможность загодя быть проинформированы о тех нормах и возможность урегулировать возникающие соответствующие проблемы. Позиция наших коллег европейских, с которыми явно или неявно стандаризируются и украинские коллеги, признавая наше беспокойство в трех позициях – техническое регулирование, ветеринарии, санитарный и фотосанитарный контроль и таможенное администрирование, отказываясь признать беспокойство, связанное с таможенным тарифом и отказываясь на него влиять, предлагается такой механизм воздействия постфактум. Ну то есть, когда что-то произойдет, когда у вас заболит, тогда мы это с вами будем обсуждать. Значит, механизм экспертных консультаций, механизм мониторинга и механизм раз в год проведения министерской встречи для того, чтобы как-то обсудить возникающие проблемы. Понятно, что этот механизм крайне негибкий и позволяющий отреагировать на проблемы, может быть, в том времени, когда уже, так сказать, и обращающиеся, наверное, в жилу. Она может быть и не признана, эта проблема, проблемой как таковой, если они счастливы, не признают в качестве проблемы и потом не признают. Абсолютно. Вот это два традиционных позиции. Объект, значит, о котором мы говорим и механизм воздействия. Мы сейчас идем на эту встречу в Бюсселе министерскую с нашими коллегами. Еще раз мы собираемся подтвердить, мне кажется, совершенно правомерная наша позиция. Ну и если не будет соответствующего понимания со стороны наших партнеров и коллег, у нас есть механизм защиты нашего производителя от тех рисков, которые здесь возникают. Ну, будем надеяться, что на министерском уровне удастся достичь каких-то компромиссов, которые будут приемлемы для всех участников этого процесса, и для Евросоюза, и для Украины, и для России. Но во всем случае я вас прошу такие компромиссы искать и проявлять определенную гибкость, ну, разумеется, до определенных пределов, до определенных границ, через которые мы не можем переступать, имея в виду интересы наших товаропроизводителей и нашей экономики. Именно этим мы руководствовались и до сих пор, и будем руководствоваться. До встречи в Бюсселе. Хорошо, спасибо.